Говорит Черкесск Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в выпуске. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темризов провел совещание, на котором были подведены итоги работы правительства за первое полугодие. На базе Карачаева Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования поисково-спасательной службы. Открытие нового детского сада планируется в Иджигуте. Его строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография». Итак, главным новостям. Глава Республики Рашид Темрезов провел совещание, на котором были подведены итоги работы правительства за первое полугодие текущего года. Члены правительства также рассказали о ходе реализации 12 нацпроектов на территории Республики. В год столетия идет строительство, ремонт и реконструкция 125 различных субъектов. В год столетия идет строительство, ремонт и реконструкция 125 различных объектов. Примерно столько же пройдет мероприятий с участием различных категорий граждан, которые охватывают образовательную, социальную, культурную и другие сферы. Профильные министры доложили о сроках и графике производственных работ. Новый объект – это сотни новых рабочих мест. Необходима синхронизация строительных и отделочных работ с кадровым наполнением новых объектов образования, здравоохранения и культуры, подчеркнул Рашид Темрезов. Что касается социально-экономического развития Республики, то плановые и фактические показатели озвучил министр экономического развития Алина Кохов. Глава Республики отметил, что на фоне санкций со стороны зарубежных государств наша задача – задействовать все имеющиеся ресурсы и механизмы поддержки нашей экономики, предпринимательства, организации промышленности и сельского хозяйства, принимать меры не только для сохранения рабочих мест, но и формировать новые. На базе Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию образования поисково-спасательной службы. Мероприятие началось с торжественного митинга у мемориала, установленного заслуженному спасателю Российской Федерации Вячеславу Михайловичу Дзираеву и возложения цветов. С 30-летием службы от имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова собравшихся поздравил Хазар Чакуев. «Спасатель не просто работа, это образ жизни, характер и поступки», сказал в обращении Хазар Умарович. На протяжении 30 лет спасатели нашей республики выполняют задачи по оказанию помощи людям на высоком профессиональном уровне. Об этом свидетельствует то, что Карачаева-Черкесский поисково-спасательный отряд не раз был признан лучшим в России. Особые слова благодарности были озвучены в адрес ветеранов поисково-спасательной службы за вклад в становление спасотряда, за многолетний труд, самоотверженность и готовность к выполнению служебного долга в любых условиях. За большой вклад в становление поисково-спасательной службы МЧС России успешное и эффективное решение сложных и важных задач по защите населения на территории страны за рубежом от чрезвычайных ситуаций, преданность делу, скромность и мужество, а также в связи с 30-летием со дня образования поисково-спасательной службы 17 ветеранов были отмечены медалями ветеран поисково-спасательной службы. Открытие нового детского сада планируется в Усть-Джигуте. Его строительство осуществлялось в рамках нацпроекта «Демография». На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет уже 99%, а завершение строительства планируется к 1 сентября текущего года. Напомним, благодаря реализации нацпроекта «Демография» в 2021 году на территории Карачаева-Черкесии введены в эксплуатацию 12 объектов дошкольного образования в общей сложности на 960 мест. В северной части Черкеска открылось терапевтическое отделение. Теперь люди, проживающие в региональной столице по улицам от Кавказской и далее в сторону нового микрорайона, будут обслуживаться в здании филиала городской поликлиники по улице Свобода. Здесь же есть возможность пройти узкопрофильных специалистов. Об этом рассказывает исполняющий обязанности терапевтическим отделением филиала поликлиники Черкеска Белла Дземихова. Наш филиал городской поликлиники будет осуществлять амбулаторно-поликлиническую помощь в том же объеме, что и осуществляет городская поликлиника, основной корпус. На сегодняшний день мы уже ведем полноценный прием терапевтами, терапевтической службой. Производим забор анализа всех анализов, общий анализ крови, биохимический анализ крови. По всей стране сейчас стартует программа модернизации сельских почтовых отделений. Такое поручение президент страны Владимир Путин озвучил на съезде Единой России, и оно стало одним из пунктов народной программы партии. Более того, за каждым почтовым отделением, проходящим модернизацию, закреплен депутат, который несет личную ответственность за качественный и своевременный ход ремонта. На минувшей неделе депутат Народного собрания Республики Фатима Карданова оценила ход строительных работ в почтовом отделении в селе Красный Восток Малокарачаевского района. В Карачаево-Черкесской республике под эту программу, под модернизацию попало 15 почтовых отделений в 7 районах Карачаева-Черкесии. На каждом объекте объем ремонтных работ немножечко отличается в зависимости от состояния самого почтового отделения. Где-то вошли внутренние работы и наружные работы, где-то только внутри. Но для нас самое главное, что внутренняя часть, она будет отвечать всем современным требованиям, как пожарной безопасности, так и по видеонаблюдению, и по техническому наполнению, которое, конечно же, должно вылиться в какую-то пользу для населения, для людей. Для нас очень важно, что почтовое отделение дополняется новыми смыслами, новым функционалом. Департамент проектной деятельности правительства Российской Федерации на базе Корпоративного университета Сбербанка провел конференцию, посвященную реализации нацпроектов на территории Российской Федерации. Карачаево-Черкесию на мероприятии представил заместитель руководителя регионального проектного офиса Карачаева-Черкесии Мурат Гачияев. Обсужден вопрос открытия новой системы управления нацпроектами, оптимизации процессов и инструментов проектной деятельности, новые инструменты управления, лучшие практики реализации нацпроектов и улучшения обратной связи между сотрудниками проектных офисов субъектов Российской Федерации. По иску прокуратуры республики признан недействительным договор купли-продажи земель, имеющих рекреационное значение. Основанием для подачи заявления послужили нарушения при заключении между Управлением градостроительства и архитектуры мэрии Черкеска и Акционерным обществом распределительная сетевая компания договора купли-продажи земельного участка площадью более 2 гектаров, расположенного на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Решением арбитражного суда Карачаева-Черкесии исковые требования прокуратуры республики удовлетворены. Суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что распоряжение земельными участками, имеющими рекреационное значение, носило незаконный характер и нарушало земельное и градостроительное законодательство, а также переводило к ущемлению прав граждан, жителей и гостей Черкеска. Суд обязал распределительную сетевую компанию возвратить указанный земельный участок в муниципальное образование города Черкеска. Решение суда вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры республики. В колонию строгого режима отправится отбывать наказание местный житель, осужденный за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Прикубанским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя республики. В суде установлено, что подсудимый, будучи лишенным права управления транспортным средством, должных выводов не сделал и вновь сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Преступные действия водителя были пресечены сотрудниками отдела МВД России по Прикубанскому району, когда автомобиль был оставлен, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Приговором Прикубанского районного суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года и 6 месяцев. На территории Карачаева-Черкесии участились случаи дистанционного мошенничества. Под различными предлогами аферисты пытаются завладеть сбережениями и персональными данными граждан. МВД по Карачаево-Черкесии призывает к бдительности, придерживаться простых правил поведения, если вам поступил подозрительный звонок. Связывайтесь сами с родственниками, если вам сообщают, что с ними случилась беда. Положите трубку, если вам сообщают по телефону о необходимости произвести некую оплату или перевод. Перезвоните сами в организацию, откуда поступил звонок. Никогда никому не сообщайте реквизиты своей банковской карты, особенно коды, расположенные на оборотной стороне. При покупке товара с рук через частные интернет-объявления никогда не соглашайтесь на предоплату. При совершении денежных операций через мобильный банк никогда не сообщайте пароли и СМС-коды третьим лицам. Они предназначены только вам. Если же вы стали жертвой злоумышленников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль кавказской кухни «Кунак-2022», на котором кулинары из 10 регионов страны разыграли кубок главы республики. Была организована бесплатная дегустация блюд кавказской кухни от 50 поваров. В честь векового юбилея республики было приготовлено по 100 килограммов блюд. Во второй день фестиваля кулинары из 10 субъектов страны поборолись за звание «Кунак-2022» кубок главы Карачаева-Черкесии и ценные призы. По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми. Второе и третье место заняли кулинары из Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Сотрудники МЧС приняли участие в обеспечении безопасности на Всероссийском фестивале фольклора «На веки с России». Масштабные мероприятия прошли в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и собрали множество гостей и жителей региона. Инспекторы территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Черкесску, а также сотрудники центра ГИМС совместно со спасателями аварийно-спасательной службы провели инструктажи с отдыхающими в местах празднования и отдыха и напомнили жителям республики основные правила пожарной безопасности, то, как предотвратить происшествия на воде. Сотрудники МЧС в очередной раз довели до граждан, что соблюдение правил безопасности важно и в местах массового отдыха людей. В Карачаево-Черкесии впервые состоялся всероссийский турнир по футболу среди девочек. Соревнования были приурочены к столетию Карачаева-Черкесии. По итогам турнира призовые места заняли следующие команды. Первое место – футбольная команда «Нарт» из Черкесии. На втором месте – спортсменки из Владикавказа. И третье место заняла команда «Дружба» из Станицы «Удобная» Краснодарского края. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 26-31 градус выше нуля, в горах местами плюс 16, плюс 21. В южных районах Карачаева-Черкесии ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 30 градусов. Это были все главные новости Карачаева-Черкесии. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Продолжение следует...